Дорогие друзья, зрители подписчики, мы всегда стараемся собирать все новости про ваш любимый сериал, про его сюжет, про его дату выхода, а также рассказываем анонсы про них. Указываем примерную дату выхода сериала. По завершению первого сезона не всегда понятно будет ли продолжение. Мы расскажем вам о том будет ли продолжение сериала, а также вы узнаете сколько всего будет серии и увидите их обзор и анонс серии сериала. И когда выйдет новый сезон или будет вообще продолжение, или сезон закончен. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий. Серебряный Волк. Сюжет. Полковник Александр Волков, преподает в Академии ФСБ, ему 70, он в отставке. Капитан Игорь Каморин, действующий оперативник, ему 27. Каморин, фанат электронных гаджетов, а Волков не знает, как пользоваться WhatsApp. Каморин верит в прогресс и считает, что ламповые мозги Волкова устарели еще в прошлом веке, Волков же уверен, что клиповое мышление Каморина не годится даже для разгадывания кроссвордов. Однако в тандеме этим двоим предстоит совершить невозможное, соединить старую школу и современные технологии. Первая серия. В Москве при подозрительных обстоятельствах погибает крупный немецкий бизнесмен Мартин Шульц. Расследование резонансного дела поручают капитану ФСБ Игорю Каморину, в помощь которому направляют консультанта, полковника в отставке Александра Волкова. Каморин — сторонник передовых технологий в раскрытии преступлений, Волков же работает по старинке. Волков знакомит Каморина со своей дочерью Юлией, детским врачом-онкологом. Он вырастил ее в одиночку, мать Юли, Мария, трагически погибла, когда девочке был год. Тем временем в Москву после многолетней работы разведчиком-нелегалом возвращается ученик Волкова, Павел Демин. Вторая серия. Волков приходит к выводу, что расследование убийства Шульца неожиданным образом связано с его прошлым. В начале 90-х он, молодой сотрудник КГБ, участвовал в операции по разоблачению агента иностранной разведки среди сотрудников комитета. Волков сообщает Юли, что Демин — ее настоящий отец. Каморин понимает, что ему очень нравится Юли. Третья серия. Убийство китайского бизнесмена-миллионера Вонгоки грозит сорвать деловое сотрудничество между Россией и Китаем. Найти преступников необходимо как можно скорее, по горячим следам. Юли сильно обижена на Волкова за то, что он все эти годы скрывал, кто ее настоящий отец. По просьбе Юли Каморин узнает в архиве, что ее родителей готовили к общему заданию, но затем Демин уехал один без Марии. Демин рассказывает Юли, почему так произошло. Четвертая серия. Убийца Вонгоки найден и привлечен к уголовной ответственности. Это стало возможным благодаря синтезу передовых технологий Каморина и старого доброго дедуктивного метода Волкова. Волков наконец смог оценить преимущество технического прогресса, Каморин же признал ценность психологического анализа Волкова, особенно в работе с подозреваемыми женщинами. Отношения Волкова с Камориным заметно улучшаются, а с Юлей, окончательно заходят в тупик. Девушка не может простить Волкову, что когда-то он разлучил ее родителей, потому что сам был влюблен в Марию. Юлий Демин проводит все больше времени вместе. К тому же она, наконец, отвечает на чувства Каморина. Пятая серия. У российско-израильского бизнесмена похищен сын, Лев. Преступники требуют многомиллионный валютный выкуп, в противном случае грозятся убить ребенка. Ситуация осложняется тем, что на днях в Москву с официальным визитом прилетает глава Израиля, и поймать похитителей нужно до его приезда. Волков начинает подозревать, что Деминым движут отнюдь не проснувшиеся отцовские чувства. Юля зачем-то ему очень нужна. Волков убеждает в этом и Каморина. Напарники начинают следить за Деминым, но тот ведет себя безупречно, даже помогает Юле устроить больного ребенка в заграничную клинику, где ему обеспечат самое современное лечение. Дорогой друг, если вам скучно и не знаете, что посмотреть, то переходите на канал Любимое кино и смотрите онлайн без рекламы и бесплатно. Ссылочка на канал смотрите ниже.